Обязанности проистекают из характера близкого человека. Вот каждый мужчина знает, что женщина очень чувствительная. Но насколько она чувствительная, ни один мужчина не знает. Сто процентов. Ни один мужчина не знает, что с женщиной надо очень аккуратно общаться. Ни один мужчина не знает, что у женщины настроение может очень сильно меняться, и она от этого сильно страдает, но сделать с этим ничего не может. И когда у женщины портится настроение, надо её просто успокаивать. Ни один мужчина не знает, что женщина нуждается просто в опёке. Вот если мужчина как бы чувствует, что он защищает её, думает об этой защите, женщина чувствует себя очень хорошо рядом с ней. Она нуждается просто в защите. И нужно, чтобы мужчина её защищал, оберегал от всего. Потому что самая страшная вещь в жизни женщины — это страх. Она очень чувствительная, и у неё много страхов в жизни. Когда мужчина её защищает от этих страхов, то женщина испытывает большое счастье. Причём интересно, что мужчине не надо объяснять, женщине, что не надо бояться. Её это не вдохновляет. Её надо просто защищать. Она говорит, меня, наверное, выгонят с работы. Нужно просто сказать ей, подойти, обнять, сказать, всё будет хорошо. И она успокоится. Ей нужна просто защита от страха, и всё. Не всегда женщине нужно объяснение, логика какая-то. Видите, и у каждой женщины свой специфический характер, который надо понять. Если мужчина точно понимает характер своей жены и как с ней себя надо вести, она бесконечно счастлива в этом случае. Бесконечно счастлива. Вот такие вот особенности. Точно так же ни одна женщина не знает, что мужчина сильно нуждается в том, чтобы в него верили. Это колоссальная нужда. Мужчину нужно верить. Нужно верить в его успешность, в его силу, в его волю, в его победу и так далее. Если мужчина говорит, у меня на работе трудности с начальством, надо ему говорить, у тебя всё получится, 100%. Именно для этого он жене говорит о своих трудностях, чтобы она ему сказала вот эти слова. Надо понять, что мужчине очень важна верность женщины. Мужчине очень важно, чтобы женщина ему говорила о том, что ты единственный человек для меня, мне больше никого не надо. Если женщина просто даже говорит такие слова, мужчина чувствует бесконечное счастье. И женщине, и мужчине очень и очень важно, чтобы женщина понимала его увлечение. Точно так же, как мужчине нужно понимать характер женщины и её особенности характера, и подстраиваться под них, точно так же женщина должна подстраиваться под увлечение мужчины. Если мужчина интересуется машинами, и он иномарки изучает, допустим, надо сесть рядом с ним и сказать, ну расскажи мне про Мерседес. Вот что это за иномарка такая? Почему вот тебе нравится такая машина? Понимаете, если вы будете просто участвовать в его увлечении, просто не то, что вам нужен этот Мерседес, слушать о нём, сто лет бы это не слышать. Ну просто для того, чтобы поддержать человека, вы как бы его увлечение, просто интересуетесь его увлечением, он будет бесконечно счастлив. Понимаете, но из-за того, что мы тупы сердцем, у нас есть тупость сердца, мужчины поэтому не интересуются настроением своей жены, её мыслями. Женщине очень важно сказать свои мысли мужу, высказать вслух, что она думает. Когда она это делает, она сразу успокаивается и легче становится. Мужчине неинтересны мысли своей жены, мужчине неинтересен её характер. Он не понимает её чувствительность и не хочет с ней быть очень аккуратным. Женщине неинтересны увлечения мужчины. Она не хочет показывать ему свою верность. Мы очень тупы сердцем. Из-за этого мы очень сильно страдаем. Эту тупость сердца можно преодолеть только в отношениях с Богом. Когда человек чувствует Бога, его сердце наполняется любовью, а любовь даёт возможность увидеть близкого человека и почувствовать его. Знаете, раньше, когда люди ко мне подходили сюда, спрашивали что-то, я всегда хотел ответить и помочь им, но раньше у меня было больше чувства, надо быстрее домой. А сейчас я смотрю на людей и чувствую их жизнь. И мне нравится просто чувствовать их жизнь и не думать о себе в это время. Просто заботиться об этих людях. Это возникает в результате отношений с Богом. Я начал понимать своего духовного учителя, который всегда смотрит на своих учеников с добротой и всегда отдаёт им себя полностью, всё своё время, никогда не прося оставить себе отдых. Это происходит от того, что он чувствует важность жизни человека. Почувствовать важность жизни человека можно только в том случае, если ты общаешься с Богом. Важность своей жизни становится мелкой, а важность жизни других людей становится большой. И тогда естественным образом возникают глубокие отношения. Почему люди верят в старших? Почему они слушают их? Потому что важность жизни младшего для старшего имеет большую ценность. Это всё происходит из отношений с Богом. Даже важность жизни маленькой собачки и то для святого человека имеет большую ценность. Был такой святой человек, его звали Шивананда Сена. И он водил из Бенгалии людей в паломничество в Джаганадхапури. Он водил по 300 человек. И в этом паломничестве, разок к этому паломничеству прибилась собака. Собака просто. И собака в Индии считается таким очень низким существом. Все как бы сторонятся её. Но этот человек был настолько глубоким и возвышенным, что он раз решил, и раз собака хочет в паломничество, с нами пойти, я буду о ней заботиться. И эта собака разок пропала. И он постился до тех пор, пока собаку не нашли. Он целые сутки не ел, всех накормил, но у него было такое правило, пока кто-то из моих паломников не сыт, я буду поститься. Пока собаку не накормил, он постился. Потом эта собака благодаря отношениям с возвышенными этими людьми настолько возвысилась, что она начала открывать рот не гавкая, а произнеся святое имя. И она в танце кружилась, и в танце, в трансе, она впала в духовный транс, эта собака, благодаря отношениям с этими возвышенными людьми. И она в этом трансе оставила тело и отправилась в духовный мир. И она произнесла своим ртом молитву, представляете, в собачьем теле. Это документальный факт. Вот так меняются сердца людей в отношениях со святыми людьми. Ищите святость в своей жизни, ищите этих людей. Найдя их, вы получите всё, что вам нужно в жизни. В этом моя вера и моё понимание вещей. Потому что я именно этим в своей жизни занимаюсь. Отношения со святым человеком развиваются очень медленно, со скрипом, но они превращаются в огромную силу в судьбе. Настолько большую силу, что сила становится необъятной. Она преодолевает всё, что можно только преодолеть. Расскажу вам один случай, который произошёл в нашем коллективе. Один человек у нас недобросовестный в плане еды, чувствовал, что он съел вегетарианскую колбасу, но она лежала не в холодильнике месяц, наверное, очень долго. Эта колбаса стала заражена бутулизмом. Это тяжелейший яд смертельный, который поражает нервную систему. И он съел эту колбасу и заболел бутулизмом. То есть отравился. У него было тяжелейшее отравление. В результате его успели отвезти на скорой помощи в реанимацию. Он лежал в реанимации, и у него остановилось дыхание. Он был парализован на одну сторону. У него наслеп на один глаз. И он не дышал. И врачи сказали, что, скорее всего, он уйдёт из жизни. Его жена немедленно обратилась к нам за помощью. Она тоже занимается духовной практикой, так же, как он. И она попросила меня помолиться за него. Я воспринял это как волю Бога. Я начал молиться и почувствовал, что у меня не хватает сил исправиться с его судьбой. Скорее всего, он уйдёт из жизни. Такое ощущение я получил. Я очень сильно старался, и у меня не было, не хватало возможности помочь ему. Я чувствовал, что камень, который лежит между им и его жизнью, сильнее моих возможностей. Тогда я попросил весь коллектив. Собралось 70 человек. Я дал настройку всем, сказал о том, как надо думать о святом человеке и вспоминать этого человека. Мы поставили фотографию этого человека перед собой и начали молиться духовным учителям, своим наставникам. Мы включили голос святого человека. Он звучал очень громко. Мы начали вместе с ним эту интенсивную молитву. Эта молитва продолжалась два часа. Очень интенсивной молитвы. Где-то ближе ко второму часу я почувствовал облегчение. Я почувствовал, что этот человек выживет. У меня не было никаких сомнений. Произошла победа в моём сердце. На этом молитве присутствовала его жена. Она потом делилась, что она также почувствовала в этот момент то же самое. В этот же день этот человек задышал. Он начал дышать своими лёгкими уже. Но при этом не отключали аппарат искусственного дыхания. Продолжал качать ему. Постепенно этот человек начал раздышиваться. Вот. Сейчас с ним следующая ситуация. Прошло полгода. Мы провели лечение ещё после этого ему. У него восстановилось всё. Он перестал быть слепым на один глаз. У него восстановилась речь, восстановилось дыхание. Он полностью стал здоровым человеком. Единственное, что в теле сохраняется слабость. Этот человек рассказывал, что он чувствовал, что он уйдёт из этого мира без всякого сомнения. Но в этот день он почувствовал, что какая-то сила вошла в его жизнь и дала ему возможность жить. Я вам рассказываю чистую правду. Не думайте, что это моё сочинение. Таких случаев очень много. Пожалуйста, воспринимайте эту информацию как то, что должно вас вдохновить на то, чтобы помочь самим себе. Помочь просто самим себе. Те трудности, которые вы имеете в жизни, это капля в море для этой силы, которая проистекает из связи со святыми людьми и со святостью вообще. По этой причине люди огромной очередью день и ночь стоят возле могилы Святой Матроны в Москве. Прямо посреди Москвы находится её захоронение и люди огромной очередью, которая никогда не кончается, стоят к ней для того, чтобы получить милость. Просто дотронуться до святыни, просто помнить о ней. И эти люди получают бесконечно счастье в своей жизни потом. Это стопроцентный факт. Могу вам сказать по секрету, что у вас в стране таких святых мест тоже очень много. Изучайте этот вопрос.